Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились Мы сказали, да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание Не здесь Процветание Здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца В твоем процветании Я ведь избрание Здравствуйте, дорогие курсанты Дорогие слушатели, делатели Преуспевающие Владыки Сыны Миллионеры Миллиардеры Предприниматели Преумножители Владыки Все эти термины означают Они все заключаются в понятии Сын Божий Поэтому дух животворящий, он имеет все эти функции Все эти удивительные свойства И сегодня, дорогие друзья У нас будет тема активация преумножения Сегодня мы будем учиться И активировать способность преумножать Вот во что я верю Я верю, что являясь Сыном Божьим И нося на себе все вот эти Владычества на плечах своих Признаки того, что ты Владыка То есть эти погоны Сына Божьего Что ты имеешь в себе все эти Свойства Животворящего Духа Преломлять И умножать Но, конечно же, друзья Я понимаю, что каждый из вас Он может Возразить и сказать, что Ну, я не знаю Я никогда так сильно ничего не преумножал Я верю, что в это заложено в нас И при определенных условиях И мы сегодня об этом будем говорить При определенных условиях Эта способность просто обнаруживается Знаете, в нас вообще есть много Невостребованных, ну, вещей, функций Много способностей невостребованных И, конечно, самая лучшая Позиция, в которой все это открывается Это позиция Сына Когда ты начинаешь понимать, что ты Сын Божий Все у тебя происходит Независимо от того, имеешь ли ты Откровения о сыновстве Может быть, ты смотришь этот курс И вообще ты в Бога не веришь Я тебе хочу сказать Что все равно, тем не менее Эти законы, они работают И это показано и доказано Знаете, об этом учат коучи Разные там Гуру То есть все уже подхватили эту тему Они это делают Но мы это знаем от вечности Будучи сынами Написано Мы предназначены к славе Сынами Божьими Мы предназначены к славе А это значит к успеху И успех, он всегда неразрывно связан С приумножением Со способностью все, что попадает в твои руки Брать и умножать Мы говорим об этом И сегодня мы в это углубимся И в конце я буду молиться За твою активацию Чтобы у тебя все пошло Я знаю, что многие из вас Вы уже начали пробовать себя В разном В разного рода предпринимательстве Проектах Даже кто-то в инвестициях Кто-то расширяется в этом Кто-то уже делает серьезные шаги Свидетельства об этом доносятся до нас Мы с удовольствием их изучаем Я рад, что курс Меч Соломона Он приносит пользу в твою жизнь Силу приумножать И конечно самое лучшее, что ты можешь сделать Это еще привлекать Привлекать сюда тех, кто тебе не безразличен Чтобы они учились этому Друзья, Вавилон падет Так или иначе Товары, которые у них никто не будет покупать Будут покупать у нас То есть этот мир Дорогие друзья Вот то, что мы называем этим миром Этот мир Это наше поле Это наша, если так можно сказать, биржа Да, то есть мы здесь те, у кого все будет покупаться и продаваться Я напоминаю вам эти принципы Дорогие Мир держится под контролем Вот если так можно сказать, что один из способов держать владычество в мире Это держать под контролем покупку и продажу Именно этим занимается Вавилон Как мы уже об этом говорили Написано, что Когда он достигнет своего апогея Никто не сможет покупать И продавать И это Позиция, в которую люди будут помещены Ну, кто-то будет, кто-то не будет Ну, смысл Намерения Вавилона разоблачаются в Библии Он хочет посредством торговли неправедной Есть праведная, есть неправедная, как мы говорили И вот он хочет посредством неправедной торговли взять под контроль умы людей Когда они не в состоянии будут себе купить даже пропитание Написано, они будут жертвовать собой Там, продавать души, тела Просто продавать самих себя за еду И мы видим, и в истории это было не раз То есть, это не какое-то отдельное событие, которое когда-то будет Это происходит постоянно Вавилон Это вечное духовное явление Это как бы город, такая гигантская надструктура Над царями земными Знаете, она Эта структура владычествует Но к нам она не имеет никакого отношения Потому что город, из которого мы, он высший Вышний Написано, Вышний Иерусалим Но поскольку мы из Вышнего города Мы знаем, что Вавилон он копирует И торговля это, пожалуй, самое основное Что он скопировал из Царства Божьего Потому что написано Царство Небесное подобно купцу Мы говорили об этом Я напоминаю, обновляю в память И Царство Небесное подобно купцу Но не только купцу Вы знаете, что мы сегодня вот затронем это Что приумножать есть еще и другие способы Например, один из способов это преломлять в славе То есть делать чудо Вавилон, к сожалению, на это не способен Сеять и жать он тоже не способен Поэтому он выбрал самое то, что ему понятно Торговлю И он, ну, как бы взял Пытается взять под контроль умы людей Посредством вот этого процесса Итак, сегодня у нас активация умножения Скажи, я сегодня буду активирован умножать Просто скажи это сейчас со мной Сегодня я буду активирован Особенным, сверхъестественным способом Приумножать Финансы Почему финансы, друзья мои? Потому что курс Меч Соломона Это курс многогранного процветания Конечно же, в основном мы здесь говорим о финансах Итак, дорогие друзья Деньги в руках Созерцаясь сейчас со мной Деньги в руках Вот как мы начинали этот курс Именно с этой же визуализацией С этого созерцания Когда мы говорили К чему сокровища в руках глупца? И вот, деньги в руках Это самое, наверное, самое распространенное Что созерцают вообще все люди Кто имеет дело с финансами Ну, все люди земли Деньги в руках Это такое, знаете, вожделенное зрелище Для многих И даже не будем скромничать Мы все хотим Мы любим видеть деньги в своих руках Нам это нравится В нас это даже вселяет какое-то чувство Такое, знаете, особенное Мы говорили за чувствование прибыли Это нормально Это предусмотрено Поэтому, когда ты Помните, да, деньги в руках Перед этим надо посмотреть Как они под твоими ногами Помните, да Мы сидим на престоле Деньги под нашими ногами Поэтому к нам уже неприменим вопрос К чему сокровища в руках глупца Мы совершенно из другой оперы И, друзья мои, я надеюсь, вы все еще Иногда возвращаетесь к этому пророческому действию Когда вы просто ложите деньги Да, наступаете ногами И наслаждаетесь тем, что они под вашими ногами Если ты давно этого не делал Сделай это Особенно после этого урока Или можешь остановить запись И сделать это прямо сейчас И продолжить смотреть после того Итак, друзья мои Деньги в руках Сын Божий рисует нам картину Две картины, как минимум Я сегодня их хочу сравнить Когда люди получали деньги в руки И одна картина Когда люди, мы ее уже рассматривали Получали деньги в руки виноградники За то, что трудились Помните, да Вторая картина То есть там были рабы И здесь были рабы Значит, рабы-виноградники Получили деньги в руки Была другая группа товарищей Тоже их называют рабами Они получили деньги для приумножения Итак, и те, и другие получили деньги Рабы-виноградники получили деньги за что? За работу За лопату Они получили деньги И пошли их тратить На какие-то нужды На какие-то там дыры затыкать Просто семьи кормить Ничего в этом плохого нету Это так, как живет практически 80-90% населения Отработали, получили деньги Пошли, потратили Снова пришли на работу Снова пришли наниматься Либо снова пришли повторять Свой рабочий день Это как Есть такое выражение День сурка Одно и то же Одно и то же Одно и то же И так всю жизнь Вот деньги в одних руках А вот деньги во вторых руках Одни за лопату получили деньги в руки Вторые без лопаты Но получили Чтобы Внимание Пустили их в оборот То есть умножать Друзья мои Почему не дали Деньги в оборот Вот этим наемникам Кто-то может сказать Ну у них другая функция Функция это понятно В чем же отличие Главное Друзья мои Главное отличие Которое мы сегодня будем Рассматривать И в которое будем погружаться И это откровение Очень важно понять У тех рабов Которых нанимали на работу Деньги оказались в руках За работу И им не дали Деньги Чтобы приумножать Как Ребятам Которые занимались Оборотом И торговлей Вот Главная причина Почему Рабов Виноградники Не планировалось Делать Управленцами Их не Планировалось Если Говорить Простым языком То Выдача Зарплаты Это Бесперспективная С позиции Управления Дача денег Вот Дали человеку Деньги Как зарплату И Перспективы В том Что он станет Управленцем На него Не возлагается То есть Люди Которые Получают Зарплату Как мы знаем Они просто Получают Зарплату Они не управляют Они берут Я имею ввиду Финансами Приумножения Они берут Просто деньги И тратят И работают И даже Если они Являются Какими-то На зарплате Управителями Когда мы Говорим За такой Такой тип Наемного Управления Помните Как был Неверный Управитель Это не Совсем Он все равно Является Наемным Работником Ему Дают Зарплату То есть Его функция Управления Не работает На него Она работает На человека Который Его нанял Таким образом Он все равно Наемный Работник Управляет Он Если он Наемный Работник Он Управляет Не для Себя Не в Своем Уделе Это Значит Что все равно Он наемный И это Неплохо Для начала Это конечно Лучше Чем Копать Лопатой Смотрите Вывод Рабы Берут Деньги Для того Чтобы Дальше Работать Есть И дальше Работать Владыки Берут Деньги Чтобы Умножать И тут Важно Заметить Те люди Которые Получили Деньги Воборот Вот эти Золотые Таланты Они Тоже Называются Рабами Но Когда Хозяин Вернулся Вы Помните Что Тех Из Них Кто Сумел Умножить Он Поставил Владыками Над Городами Вот В этом Большая Разница Друзья Мои Перспектива Определяет Если Ты Хочешь Активироваться Как Владыка Нужно Учиться Приумножению Если Ты Поступаешь Получая Деньги В руки Просто Для того Чтобы Снова Прийти На Работу В этом Нет Никакой Перспективы Владычества Это Не Путь К Владычеству Путь К Владычеству Это Всегда Или Или Активация Активация Владычества Происходит Посредством Приумножения Хозяин Выбрал Ребят Которые Научились Приумножать Выбрал Их Поставить На Власть И Из Этого Вытекает Очень Огромные Друзья Мои Выводы Во-первых Когда Деньги Приходят В твои Руки Как Ты Смотришь На Дающего Тебе Деньги Хозяин Ну Я имею Ввиду На Бога То есть Вот Приходят Твои Деньги Мы знаем Что Семя Сеющему Богатство Дает Бог То есть Знаем Что Источник Всех Денег Бог Говорит Деньги Мои И вот Они Приходят В твои Руки Эти Деньги Каким Образом Ты В этот Момент Относишься К тому Что У тебя В руках И К Хозяину Ну Давай Назовем Сейчас Это Ну Понятно Что Это Наш Отец Но Мы Сейчас Разбираем На Причках Там Хозяин Хозяин Он И есть Хозяин Хозяин И Наградника Хозяин Денег Это Не Значит Что Он Твой Хозяин Он Не Рабовладелец Да Но Он Дает Тебе Как Хозяин Всех Денег Вручает Иногда Даже Бывает На Сыночек Он Может Подумать Ха Я Был Хорошим Мальчиком Вот Мне Дали На Мороженое Пойду Съем А Второй Не Думает Что Он Был Там Что Ему За Это Дали Он Видит Перспективу Вау И Апостол Павел Говорит Такие Слова Мы Соработники У Бога Соработники Вот Ребята Которые Начали Преумножать Они Себя Восприняли Как Соработники Они Видят Что Часть Финансов Которые Владел Хозяин Вручено Им И Им Сказали Преумножать Важно Заметить Что Никто Им Не Давал Четких Инструкций Что С Этими Делать Деньгами Им Было Понятно Что Им Надо Каким То Образом Пустить И Преумножить Самое Интересное Что В отличие От Рабов Преумножающим Теперь Слушайте Внимательно Тоже При Умножающим Финансы Не Обещана Была Никакая Зарплата И Внимание И Они Не Знали Что Города Будут Доверены Им Они Не Знали Что Это Путь Во Владычество Для Чего Иисус Рассказывает Эту Притчу Знаете Вот Первый Вывод Который Я бы Из нее Сдел Я Его Назвал Так Правила Золотого Таланта Вот Тот Мужик Который Получил Меньше Всех Один Талант И Закопал Его Как Вы Думаете Если Бо Он Знал Что Приумножив Он Получит Город В Распоряжении Он Бо Закопал Его Или Нет Конечно Нет Но В том То И Дело Что Он Не Знал Но Самое Главное Что Нам Нас Касается Друзья Мои Подумай Вот Пришли Тебе Деньги Если Ты Знал Что Это Правило Золотого Таланта Вот Пришли Деньги И Ты Думаешь Это Золотой Талант Или Нет Вот Это Золото Это На Приумножение Или Это Чисто Сожрак Вот Этим Рабам Которые Были На Приумножение Поставлены Им Не Обещана Была Зарплата Знаете Что Это Означает Что Предполагалось Как Отец Сказал Всегда Была Прибыль Им Не Было Сказано О О Какой Должна Быть Прибыль Но Учитывая Слово Умножение Это Означает Минимум В Два Раза Это Тоже Очень Важное Правило Оно Сегодня Нам Для Активации Понадобится И Вот Представьте Что Эти Ребята Они Пошли Умножать Тоже Не Зная Что Будут Поставлены На Владычество То Есть Сейчас Иисус Он Когда Рассказывает Эту Историю В Отличие От Тех Ребят Которые Не Знали Что Умножение Повлечет Владычество Иисус Открывает Нам Это Вот Представьте Мы Читаем И ты Думаешь Ну Я Не Знаю Ну Вот Ты Уже Знаешь Вот Эти Ребята Которым Дали Золотые Таланты Они Не Знали Они Думали Представьте И это Даже В какой-то Степени Хорошо Они Думали Что Они Будут Просто Приумножать Эти Таланты Что Они Будут Отдавать Прибыль Хозяину Естественно Поскольку Им Зарплата Не Была Обещана Они Работали Еще И В своих Интересах И Хозяин Это Считал Нормальным Поверьте Друзья Если Б Хозяин Считал Что Из Этого Оборота Все Должны Отдать Ему Он Боим Тогда Назначил Зарплату Но Есть Им Надо На Что То Правильно Поэтому Когда Он Дает В Управление Дает В Умножение Сразу Возникает Привилегия Ничем Не Ограниченный Доход Это Не Зарплата То Пожалуйста Крути В 2 В 3 В 5 10 Раз Что Бери Себе И Что На Прибыль Прибыль Когда Он Говорит Чтобы Я Получил Мое С Прибылью И Когда Он Получил Его С Прибылью Он Тут Же Расширил И Был Верен В малом На Тебе Владычество То Деньги Приумножать Деньги Он Назвал Малым Это Малое А Больше Это Власть Вот Это Сегодня Надо Запомнить И Представьте Когда Он Говорил За Прибыль Чтобы Я Получил Мое С Прибылью Его Прибыль Интересовала Поскольку Постоку Хозяин Он Не Бедный Знаете У него Все И Вообще Притча С Неверным Управителем Например Она Меня Наводит На Мысль Что Его Прибыль Вообще Не Интересует Его Интересует Как Мы Уже Говорили Чтоб Ты Догадливо Поступал Итак Друзья Мои Мы Пришли К тому Что Значит Вот Две Категории Граждан Такие Категория Которая Получает Деньги За Работу И Тратит Это Потребители И Те Которые Приумножают Эти Источники Они Тоже Нельзя Скаж Что Они Не Потребляют Но И Главная Задача Это Прибыль И Приумножение И Поэтому Мы Сейчас Чуть Поговорим За Виды Умножения Да Мы Сейчас Поговорим И Давайте Вот Просто Скажем Умножение Это Перспектива И Жизнь Умножение Это Власть Умножение Это Расширение И Из тех Видов Когда Что-то Вообще Приумножается Из тех Проявлений Когда Что-то Приумножается Мы Приумножение Приумножение Которое Которое Мы Мы Видим И Все Помним Я Его Сегодня Специально Упомяну И Вам Это Очень Всем Нравится Это Преломление В Славе Когда Ты У тебя Что-то Есть Ты Преломляешь И У тебя Прямо Умножается Там И Все Сверх Естественно Я Хочу Сказать Что Этот Способ Очень Хороший Всем Нам Нравится Потому Что Ну Вроде Как Не Надо Головой Думать Ломай Себе Оно Умножается Каким То Образом Сверх Естественно На самом деле Все Сверх Естественно Имеет За собой То же Управление Но Сверх Естественно То есть Надо Знать И Чувствовать Видеть Как Это Делается Именно Потому Что Мы Не Умеем Этого Делать Мы Надеемся Что Бог Он Отец Он Помимо Нашего Умения Управлять Что-то Приумножить Но Я Хочу Сказать Что Для Кого Этот Способ Этот Способ В основном Будет Познан Теми Кто Желает Раздавать Ничего Не Оставляя Себе Практически Это Приумножение Которое Дано Было Проявление Или Проявление Было У тех Служителей Которые Раздавали Те Незначительные Мощные Примеры Когда Действительно Происходило Огромное Преумножение Это Было В основном У тех Кто Кормил Сирот Мы Знаем Истории Что Сверх Естественно Столы Накрывали Что Там Знаете Такие Вещи Удивительные Я знаю Что Есть Частные Случаи Когда У студентов Суп Не Заканчивается Еще Что Но Я Не За Это Говорю Сознательно Когда Человек Я Хотел Взять Золото Чтобы Оно Раз 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 И Умножалось Вот Сверх Естественно В моих руках Или Как Мы Говорили Золото Когда Дырка В стене Зашел Золото Нагреб Из того Мира В этот Принес Друзья Мои Вспоминают Женщин Золото Которые Тягались С небесных Реалий Как Мы Читаем В этой Книге Золото Это В основном Способ Для тех Кто Ничего Не Оставляет Себе Это Раздоятели Раздоятели Поэтому Вроде Как И Хороший Способ Да Но Как Если Ты Надеешься Что Ты Просто Наломаешь Себе Золото Сундуков То Это Не Твой Способ Скорее Всего Ты С Таким Мышлением Не Додумаешься Даже До Того Как Происходит Это Умножение Поэтому Двигаемся Дальше Теперь Третий Способ Приумножать Это Возвращаемся В притчу О Ребятах Которые Унажали Таланты Они Не Пытались Эти Таланты Наломать Накрошить Разрезать Умножить Еще Что Не Пытались Они Выбрали Самый Совершенный Но Достаточно Естественный Способ Это Торговля Употребление Воборот Продающие И Здесь Важно Понимать Дорогие Что Напоминаю Что Торговля Это Наимудрейший Способ Очевидного Преумножения Пустить Воборот Мы Его Называем Естественным На самом деле Торговля Она Тоже Сверхъестественная Она Не Выглядит Как Чудо Хотя Кто Занимается Торговлей Чудес Там Хватает Иногда Вот Даже Вы Когда Пишите Свидетельство Что Вам Удалось Продать На Наших Квестах Читая Что Вам Удалось Продать Я Понимаю Что Это Без Чуда Не Обошлось Реально И Вы Сами Об Корректирую Первый Шаг К Тому Чтобы Понять Что У Тебя Сверхъестественная Торговля Это Тебе Понимать Что Ты Соработник У Бога Что Ты Взял Эти Финансы Корректируем Помните Не Спешить Иметь А Спешить Обладать Контролировать Очень Хорошо Если Б Получая Финансы В Свои Руки Ты Не Спешил Считать Своими Конечно Мы Говорим Все Мое Твое Я Говорю Не Считать Своими Подразумевая Потребительское Отношение О Деньги Все Теперь Можно Что-то Себе Позволить Не Не Нет Помни Среди Этих Денег Находящихся В твоих Руках Даже Если Их Очень Мало Может Быть Правило Золотого Таланта Это Значит Что Вот Как Негодный Этот Раб Знаете Почему Он Негодный Негодный Слов Это Не Пригодился Есть Годный А Есть Негодный То есть Не Пригодился Бесполезный Потом Он Еще Назван Был Лукавым И Ленивым И Вот У Него Был Один Единственный Талант По Сравнению С Другими У Кого Там Пять Десять Это Кажется Совсем Мало И Насчет Слова Мало Скажи Со Мною Мало Люди Считают Иногда Что Надо Вкладываться В Умножение Когда У Тебя Что Скопилось Много На самом Деле Друзья Мои Наоборот Чем Меньше У Тебя В Руках Тем Четче Тебе Надо Понять Что Это Для Умножения Человек Мальчик Маленький Принес Совсем Немного Еды Вот Знаете Если Не Предполагать Что Это Умножение Произойдет То С Этим Хлебом Даже Сделать Нечего Бесполезно И Что С Этим Делать Внимание Бывает Так Мало Денег Что Даже Бесполезно С Этим Что То Делать Но Поскольку Хозяин Интересует Не Столько Прибыль Сколько Твое Продвижение Он Прямо Тебе Говорит Бери Даже Если Мало И Умножай Вот Иисус Ничего Лучшего Не Придумал Как Взять И Просто Умножать Ну И Что Что Мало Чем Меньше Тем Больше У тебя Должно Быть Побуждение Умножить Принцип Имеющему Приложиться Друзья Мои Вы Ловите Этот Момент Наоборот Когда Мало Тебе Уже Надо Говорю Конкретно Про Деньги Вот У тебя Мало Денег И тебе Наоборот Надо Думать Что Это Для Преумножения Знаете Как Бывает Так Вот Мы С Олей Когда-то Шутили Недавно Вспоминали Как в детстве Ягоды Собирали Вот Ты Идешь В лес Набрал Эту Кружку Черники А у тебя Ведерко Надо Собрать И ты Так Мало Еще Так Много Собирать Чтобы Была Полная Ведерко Съем Я Эту Кружечку И Вот С того Момента Мы Вспоминали И смеяли С того Момента Как ты Эту Кружечку Съел Собирание Черники Заканчивалось Потому Что Потом С этого Момента Хочется Только Есть Но Мудрый Соломон Говорит Что Иногда Надо На гортань Положить Просто Заслон Даже Если Тебе Хочется Потратить И Даже Иногда Это Действительно Вопиющая Нужда Но Смысл В том Что Съев Сегодня Еще Сложнее Говорит О тем Что Преломить Амиду Сделать Умножение И Библия Говорит Что У них Еще Осталось Потом Много Коробов То есть Смысл Умножения Чтобы Осталось С избытком Он Говорит Я Пришел Дать Жизнь И Жизнь С Избытком И Везде Этот Избыток Демонстрировал Все Что Он Делает Всегда Приходит К Избытку Все Что Ты Делаешь Как Ду Животворящий Не Как Адам Потребитель А Как Сын Божий Источник Все Приводит К Избытку Всегда И Друзья Мои Вот Этот Момент Который Говорит Чем Меньше У Тебя Тем Точно Или Как Тем Явственнее Видно Явственнее Видно Что Тебе Надо Заниматься Приумножением И Проблема Возникла С Негодным Рабом Друзья Мо У Которого Был Один Талант Но Вы Не Видите Что Он Взял И Сказал Что Знаешь Ты Мало Денег Дал Я Не Знаю Что Он Думал Смысл В том Что Хозяин Сказал Что Он Лукавый Ленивый И Как Все Лукавые Ленивые Люди Они Не Говорят Что Я Не Смог Я Еще Что Он Свалил Вину На Хозяина Ты Хотел Человек Получая Ну Как И Виноградники Раздавали Награду Всем Он Видит Что Этим Дали 5 10 Талантов Ему Дали Один И Возможно На Этом Фоне Те Пошли Умножать А Он Сидит И Думает А Что Я С Одним Талантом Сделаю Это Не Та Сума С Которой Можно Бизнес Начать Или Еще Что Там И Поэтому Он Не Додумался На Бород Думает Тебе Дали Меньше Всех Так Тебе Надо Больше Всех Включать Мозги Как Это Умножить На Бород И Быстрее Знаете У Тех Было На Бород Искушение Внимание По Идеи Тебе Дали 5 Талантов Думаешь 2 Сразу Проем А 3 Буду Умножать Понимаете У Этого Нечего Проедать Поэтому Я Как написано От всего Что Ты И Начать Контролировать И Обладать То Это Не Мое Прямо Так Относиться К финансам Которые Приходят К тебе В руки Самое Первое Базовое Основание Это Не Мое Не Мое Не Золотой Ли Это Талант Если Я Сейчас Это Закопаю Или Я Куда Это Еще Закопаю Не Будет Ли Потом Так Что Умножать Вообще Будет Нечего Вот Это Первая Дыра Помните Траты Какие Непонятные Неразумные И Мы Говорим Что Торговля Помните Да Мы Говорим Что Торговля Вот Мы Сейчас Рассматриваем Третий Первое Сеяние Жатва Второе Преломление Слави Третье Это Торговать И Извлекать Прибыль То Активное Умножение По Методу Соломону Самое Быстрое Я Это Любимая Тема Вавилона Все Они Жатва Они Не Настолько Верующие Чтобы Это Делать Преломление Это Вообще Там За Гранью То То Никто В это Не Верит В Миру Да И Они Остановились На Третьем И Четвертом Пункте Третий Это Торговля Извлечение Прибыли И Четвертый Как Вы Уже Наверное Догадываетесь Это Инвестирование По Поводу У Хозяина С Рабами С Его Вот Этими Будущими Владыками Представляете Вот Какой Хозяин Я Вообще Просто Вы Уже Наверное Догадываетесь В чем Активация Он Ничего Им Не Сказал Потому Что Если Он Сказал Это Не Было Так Они Трудились На Цель Но Должна Была Способность Друзья Мои Умножение Очень Важно Вот Этот Момент Понимать Что Не Твое Когда Ты Трудишься Вот Этого Не Понимал Старший Сын Представьте Он им Сказал Если Вы Умножите Я Вас Поставлю Над Городами Но Он Хотел Чтобы Они Не Стремились Что-то Иметь А Просто Активировать В них Природу Практически Он Сделал Ну Как Вслепую Привил Им Веру Что Они Могут Преумножать Как Мы Когда Говорим За Веру Что Это Несгораемое Сокровище То Мы Не Шутим Но Когда Мы Приобретаем Веру Или Как Она Называется Золотом Очищенное Огнем Огнем Очищенное Золото Как Будто Мы Говорим О Ничем Вера Понятно Вера Денег Он Говорит Способность Преумножать Тебя Сделает Способность Преумножать Приравниваю К Вере Какое-то Внутреннее Качество Которое С тобой Будет Везде Способность Открывать Источники Вот У Бога Есть Способность Открывать Источники В пустыне И У нас Есть Способность Когда Источники В любом Месте Как Это Илия Сделал Помните Научился Вот Этот Поток Делать Пришел Вдове Сказал Неси Хоть Что Нибудь Сейчас Быстренько Преломим Вот Это То Чем Я Говорю Она Ему Практически Сказала Нет Это Съесть Он Говорит Не Вздумай Есть Если У тебя Мало Наоборот Преумножать Когда У вас Сегодня Еще Раз Я хочу Эту Мысль Прям Прошлифовать Когда У тебя Сегодня В кармане 50 Долларов Например Там Или Даже 20 Лучшее Что Ты Можешь Сделать Это Не Подумать Что Тут Не Умножишь Ничего Да Я Их Съем И Пошел Купил Еды В Холодильник Или Еще Что Нибудь Иногда Лучше Тебе Даже Не Купить Еды Друзья Мои Но Как Вот Взять Этот Или И Сделать Посмотреть На Этот Ресурс Маленький Скудный Ничтожный Глазами Преумножения Знаешь Как тебе В этот Момент Надо О себе Подумать Почему Я К этому Подвожу Потому Что Мы Это Сделаем Тебе Надо О себе В этот Момент Подумать Сильно Много Ты Не На Эту Суму Да И Научусь На Этой На Этом Примере На Этой Суме Приумножать И Конечно Я Сейчас Вернусь К этому Квесту Позже Это Наш Заключительный Будет Квест Самый Главный Кстати После Которого Действительно Эта Активация Даст О себе Знать И Вот Разговор К чему Мы Подводим Вот Эти Две Вещи Которые Я Сказал Правила Золотого Таланта Ты не знаешь Может Эти Оставшиеся 20 Долларов У тебя Это И есть Тот Золотой Талант За Которым Последует Активация И Умножение Владычества Представьте Просто Нужно Было Умножить И Хочу Вам Сказать Друзья Мои Что Владычество Нарезалось Непосредством Того Что Сколько Ты Прибыли Принес А Как Ты Научился Помните Там Возьми 5 Городов Управили Возьми 10 То есть Буквально Пропорционально Способности Умножать Было Выделено Количество Городов Это Легко Проследить То есть Эти все Цифры Называются Не спроста Но Удивительно То Что Они Умножили Что Один Что Второй В два Раза Вот Пять Взял Говорит Вот Еще Пять Вот Десять Вот Еще Десять Примерно Так То есть Хотя бы В два Раза Умножение Это Хотя бы В два Раза Понимаете Уже К чему Я веду Первое Правило Золотого Таланта А вдруг Это Золотой Талант То есть Не смотри На это С точки Зрения Съесть И второе Чем меньше У тебя В руках Тем Быстрее Тебе Надо Додуматься Что Тебе Надо Умножать Вот Даже То Что Есть И Это Пример Показан На Хлебах Принадлежащих Мальчику Мальчик Накормил Представляете Отдал На умножение Даже Если Вы Посмотрите Сегодня На этого Мальчика Он Отдал Да Про Этого Мальчика Столько Проповедей Рассказано Но Суть То В том Что Он Своих Хлеба Вот В этой Ситуации Когда Не Было Нигде Ничего Предпочел Чем Съесть Отдать Поверив В умножение Знаете Я вот Представляю Как эти Ученики Говорят Вот Тут У Мальчика Хлеба Подошли К этому Мальчику Сказали А ну Давай Хлеба Он Вы Просто Так Не Отдал Почему Он Отдал Что Они Ему Объясняли То есть Он Уже Примерно Понимал Что Если Это Попадет К Иисусу То Все Будет Хорошо Итак И Четвертое Вот Разговор Хозяина С Последним Вот Этим Рабом Тот Вот Давайте Сейчас Отметем Его Негодность Лукавство Лень Ничего Может быть И плохого Нету В том Что Он Был Лентяем Мы Говорим Что Бездельники Они Тоже Иногда Что То Соображают Но Его Главная Ошибка Была В том Ну Или Как Качество Что Он Был Лукавый Если Б Он Был Ленивый Но Не Лукавый Он Говорит Ты Был Отдал Тем Кто Употребляет Воборот Каким Бы Ты Небыл Друг Мой Ленивым Там Не Соображаешь Ты Говоришь Торговля Не Мое Есть Так Назваемое Слово Оборот Вот Инвестиция Я Это Для Себя Внутри Друзья Мои Инвестицию Я Называю Уровень Бог Почему Вы Заметили Что Хозяин Сам Как Ничем Не Торговал Он Взял Торгующих Или Тех Кто Подает Надежды Отдал Им Деньги И Они Как Бы Пошли Торговать Практически Когда Он Разговаривал С Этим Последним Несостоявшимся Владыкой Он Ему Сказал Почему Ты Не Сделал Как Я Вот Если Ты Хотя Б Если Ты Такой Извязь Тупой Что Ты Не Можешь Додуматься Где Че Куда Там Вот Это Поторговать Наварить Ну Говорит Приумножать Финансы Я Когда Вам Раздавал Вот Ты Смотрел На Своих Товарищей Они Побежали Торговать Я На Твоих Глазах Показал Тебе Вот Если Ты Даже Ничего Не Умел Делать Но Я Тебе Показал Как Это Делается На Твоих Глазах Дал Тому Кто Инвестирует Ну Хотя Бы Это Насколько Надо Быть Вообще Ну Понимаете Его Упрек Ах Ты Негодяй Да Ты Че Ты Просто Хотя Бы Сделал Как Я При Всем При Том Что Я Тебе Показал Высший Пилотаж Дал Тому Кто Инвестиция Это Вышка Друзья Это Уровень Бог Когда Ты Можешь Взять И Просто Что Для Этого Надо Сделать Вот То Что У Тебя Есть Просто Изучить Потенциал Как Он Посмотрел А этому Ждал Он Не Умножил Ну Интересно Что Не Умножил Тот Кому Он Дал Один То 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 Понимаете По Странному Совпадению Не Умножил Тот Кому Меньше Дали Вот Странно То То Это Уже Говорит Там Написано Даже Есть Такой Момент Написано Каждому По Силам То То Он Вложился Он Смог Оценить Вот Это Уровень Инвестора Он Посмотрел На Троих У Этого Вау Десять Городов Это Точно У него Будет Ему Там Бац Десять На Этого Посмотрел И Думает Пять Городов Как Нечего Делать Перспектива Есть Нормальный Пацан Дал Пятерку На Этого Посмотрел И Думает Ну Знаете Как Никто Не Скажет Что Ничего Не Дал А Что Ты Мне Дал Он Говорит Обязательно Что То Дам Ну Вот Тебе Он Видел Наш Этот Ни В Себя Не Верить Ни По Сторонам Не Смотрит Но Не Дать Нельзя Это Не В Правилах Отца Он Даст Обязательно Даст Поэтому Когда Ты Говоришь У Меня Ничего Нет Ты Врешь Скорее Всего Перед Тем Как Ты Говоришь У Меня Ничего Нет Ты Но Самое Интересное Что Все Трое Видели Пример То Есть Если Бо Они Не Хотели Торговать Как Минимум Он Продемонстрировал Что Можно Сделать Друзья Мои Он Продемонстрировал Что Можно Изучить Перспективы Направлений И Вложиться И Кстати Я Хочу Сказать Сразу Что Самый Лучший Вариант Чтобы Не Распыляться Представьте Сам Хозяин Выбрал Три Направления То есть Выбрал Трех Ну Я По крайней Мере Так Вижу Может Быть Это Просто Образ Можно И Десять Но Я Думаю Что Самое Классное Это Выбирать Хотя Бо Три Направления Одно Возможно Не Сработает Но Два Сработают То Он Нам Покажут Представляете Даже Здесь Прослеживается Вот Это Что Треть Звезд С Неба Увел Треть Работников Тоже Угнал Но Смысл В том Какая Неудача Тебя Не Преследовала И Какие Негодные Помощники Тебя Не Преследовали Две Трети Железно За тобой И Это Всегда Больше Скажи Нас Больше И Представляете Хозяин Вот Я Не Могу Просто Перестать Наслаждаться Хозяин Дает Мастер Класс По Умножению Всем Этим Ребятам Говорит Умножайте Но И Не Сказал Про Инвестицию Знаете Почему Этому Тоже Есть Причина Инвестиция Это Такая Штука Которой Надо Прийти Желательно Перед Этим Конечно Посмотреть Как Происходит Оборот Но Не Обязательно Никто Из Них Не Пришел Надо Отметить Это Не Помешало Этим Вступить Во Владычество А Этому Вообще Сказали Ну Ты Как Я Умножающим Принадлежит Владычество Почему Нельзя Дать Владычество Рабу С лопатой Потому Что Раб С лопатой Это Потребитель Вот Посмотрите Все Нищие Страны И Вы Увидите Он Сидел Извиняюсь На Госработе Всю Жизнь Грабил Там Ну Не Грабил А Что-то Присвавил За Зарплату Работал Вот Это Горе Знаете Я считаю Это Очень Нехорошо Когда Человек Всю Жизнь Был Госслужащим И Взошел На Царское Кресло Почему Потому Потому Он Никогда Ничего Своего Не Приумножал Никогда Он Все Время Получал Зарплату Я За То Чтобы Экономикой Занимались Люди У которых Был Свой Бизнес Например Мое Мнение Такое И Приходит Представляете Уже Владеть Городом После Того Как Он Всю Жизнь Получал Зарплату Ему Всю Жизнь Чего Не Хватало Приходит И Он Точно Так Проедает Принадлежащему Вчера Он Проедал Зарплату А Сегодня Он Проедает Города Теперь Вы Понимаете Почему От Таких Правителей Стонет Народ Они Ничего Не Привыкли Умножать Они Привыкли Все Сюда Только Сюда Сюда И Поэтому Владыка По Замыслу Хозяина Он Должен Быть Тем Кто Умеет Умножать И Не Считает Ничего Своим И Он Дает День Вот Он Дает Тебе Сегодня День Любые День Десять Долларов Двадцать У Тебя Есть Реальная Возможность Определиться Я Соработник У Бога Значит Я Сейчас Как будто Это Не Мои Деньги Моя Задача Только Их Умножить И Здесь У Тебя Должен Включиться Такой Азарт Знаете Как Просто Как Игра В Монополию Как будто Деньги Ненастоящие Последствий Никаких Нет Надо Себе Сказать Никаких Последствий Нет Мы С Олей Когда Занимаемся На сегодняшний день Какими-то Финансами Предпринимательством Мы Я часто Спрашиваю Оля Что будет Если мы Например Останемся Без ничего И Правило По которому Мы привыкли Жить Оно Вот так И срабатывает Она Все время Неизменно Отвечает И что А что Изменится Мы Это Проходили Вот Недалеко От этого Как бы Ушли Там Не Знаешь Где Там Нос Не Забрали То есть Ну Будем Делать Будем Продавать Масло Помазание О чем Я буду Говорить В следующем Уроке Вы Дождали В следующем Уроке Торговля Маслом Итак Друзья Мои Давайте Чуть-чуть Будем Подводить Итог Есть Рабы Виноградники Им Никто Не давал Деньги Для Умножения Потому Что Никто Не Смотрел На них Как На Владык То есть И Исключение Давайте Предположим Что Дали Им Зарплату Мудрый Соломон Говорит Сейчас Вам Зачитаю Это Место Очень Потрясающе Кстати Притча 13 Глава 11 Стих Богатство От Суетности Истощается А Собирающий Трудами Умножает Его И Кто-то Думает Ну Богатство Трудами Собирать Это Нет Нет Вопрос Не В этом Есть Период Где Ты Трудишься И Что-то Собираешь Вот Что-то Собрал Следующий Этап Это Умножение Например Тот же Раб Он Мог Получив Свой Заработок В руки Опять Взять И Подумать Может Они Там Где-то Все Видели Что Одни Управляют Умножают Одни Слуги Работают Вот Как В доме Отца Почему Сыны Не У них Была Такая Мысль Что Они Как Слуги Странно Видели Отца Хозяина Не до Всех Дошло Что Можно Это Делать Понимаете Надо Наблюдать Я считаю Что В этой Всей Картине Наиболее Чем Хозяин Что-то Тебе Определяет Функцию Ты Сам Вот Получил Деньги Даже Зарплату Все Ну Кто За Тебя Решит Что Ты Будешь Делать С Этими Деньгами Пойдешь Проешь Или Возомнишь Седа С Соработником Убога Мои А Я Считаю Это То Что Нам Сегодня Надо Будет Сделать А Я Считаю Что Деньги Оказавшиеся В Моих Ругах Пусть Даже Посредством Трудов Я Считаю Что Отец Мне Дал Для Умножения Скажите В Этот Момент Тебе Какое Надо Назначение Чтобы Войти В Эту Функцию Оказались Деньги В Руках Тот Негодный Раб Тоже Они у него Оказались Хотя И функция Была Но Он Не Сделал А Может Быть Наоборот Раб Настолько Годный Что Ему Просто Зарплату Дали А Он Думает Нет Я Видел Как Ты Делал Хозяин Ты Сам Никогда Лопату Не Берешь Ты Только Инвестируешь Как бы Мне Это Сделать Подсмотрел И Сделал И Что Б Сказал Хозяин Вау Догадливо Поступил Написано Разумный Раб Делит Наследство С кем С сыном То есть Включаешь Разум И даже Если Ты Сегодня С лопатой Но Ты Не Тот Человек Ты Не Та Личность Которая Это Все Мои Руки Я Заработал Пойду Сейчас Ящик Пива Возьму Проем Кайфану А Дальше Что Работу В понедельник И Знаете И Этот Диалог Со Старшим Сыном Ему Отец Говорил Ну Так Взял Бо И Погулял Бо Даже Ну Ничего Страшного Если Ты Там Часть Отделишь Это Все У Тебя В руках Мы Это Уже Говорили Не Буду К Этому Возвращаться И Хочу Отметить Также Что Способ Вот Этот Собрал Трудами Умножая Он Подходит Вообще Для Всех То Для Раба Там Ну Собралась Какая-то Сумма Ну Сам Так Мне Тут Не Хватает На Бытовые Нужды Ну Тогда Трать Я Считаю Что Лучше По Бытовым Нужнам Прижать Себя Но Высвободить Это В умножение Точно Так Ремесленники Есть Ремесленники Категории Они Не Рабы Это Кстати Очень Интересная Категория Это И Не Рабы Но Еще И Не Владыки Ремесленник Это То Таком Сказано Лучше Простой Но Работающий На Себя Вот Смотрите Раб Не Работает На Себя Он Работает На Хозяина Что Интересно Но И Хозяин Не Работает На Себя На Него Работают Другие Две Диаметральные Противоположности Еще Раз Раб На Себя Не Работает Он Работает На Хозяина Хозяин На Себя Тоже Не Работает на него работают другие а ремесленник это такая вот точка посередине знаете он он простой причем простой и работающий на себя простой потому что он еще него найти как не расширился взгляд настолько чтобы нанимать людей входить в управление там инвестировать в наемные труда найти то есть у него такого нет он давай вот мои руки я ни от кого не завяжу это лучше чем быть рабом но это еще не владычество мне задавали этот вопрос а если я просто вот там репетитор я не кому не подчиняйся просто беру заказы на себя работаю ну что и араб не ты не раб ты ремесленник но если так можно сказать простой но работающие на себя но это не владычества и это лучше чем рабство но Но это еще не владычество. Но у таких людей, конечно же, шансов на то, чтобы додуматься, как-то расширяться и входить в управление, больше. Понимаете, да? Видите, друзья мои, столько полезных вещей мы сегодня видим. И, конечно, инвестиция, скажи со мной, инвестиция. Инвестиция, друзья мои, как я уже сказал, даже если у тебя небольшая сумма, ее можно инвестировать, ее можно приумножать. То есть, это все зависит от догадливости. Из этих притчей мы видим, что хозяин инвестировал в две вещи. Первое, в оборот, чтобы потом этих людей поднять во власть. И второе, он инвестировал в наемный труд. У него был какой-то виноградник в свое поле. И он брал, платил зарплату. Это тоже такая инвестиция, когда ты нанимаешь людей. Я хочу этот образ использовать. Вот, допустим, бывает человек, у тебя собралась какая-то сумма денег. И ты не знаешь, что с этим делать. Один из таких вариантов инвестиции, это нанять кого-то, кто умеет делать. Благочеловек умеет все делать, но он не управленец. А ты, как управленец, его нанимаешь по образу хозяина. По сути, что он сделал. Он взял и нанял их. И они делали его работу. А эта работа была его полем. То есть, этой аналогии вы можете найти по сторонам сколько угодно. То есть, это действует по принципу проекта. У него есть виноградник, это проект, и он предпочитает деньги вкладывать в наемников, в какие-то удобрения, например. То есть, у него есть статья расходов, статья вложений, которые потом производят большую прибыль. То есть, виноградник, никто просто так, наемник, это огромный виноградник. Раз он туда нанимал работников и к концу дня выходил. То есть, понимаете, что это большое поле, и он в него инвестировал. Как написано, задумал о поле и покупает. Мы видим в образе этого хозяина личность, работающая сразу на нескольких уровнях. Да, он там и поле имеет. Вот это, воборот, это как корабли, долгосрочные вещи. Как я уже сказал, хорошо имеет три направления. И вот, друзья мои, давайте снова соберем эту мозаику. Значит, первое, мы не хотим быть работниками просто наемными. Значит, мы выбираем категорию тех, кто планирует стать владыкой. Я говорю тебе, прямо сейчас, вот Духом Божьим, что несколько лет назад, это примерно там три года назад, когда я только задумал курс Меч Соломона, практически он у меня начался с двух откровений. Я вот уже в конце могу вам это сказать, с двух откровений. Первое, это о Соломоне, вот это, когда он мечом рубанул, радикально двинулся, и у него стало получаться. А второе откровение, это вот это откровение об активации умножающей силы внутри. Я помню, залип, друзья мои, я вот вам уже к концу все это рассказываю, я залип прямо в этом примере и думал, вау, а что они там умножили? Знаете, когда ты не обращаешь на детали внимания, можешь не заметить, что они умножили в два раза. То есть, минимально ваше можно умножить, как я это говорил. И этого было достаточно, чтобы активировалось владычество. Их сразу поставили. Вот в малом верен, мало это самое маленькое. И прямо тогда Дух Святой, отец мне проговорил. Он сказал, я сделаю так, что те, вот знаете, для них это было скрыто, а для нас это открыто. Он говорит, я сделаю так, что те, кто решатся на это, вот прямо пойдут на это, будут активированы таким образом, что очень большой успех многие увидят. Кто-то там пять городов, кто-то десять городов. Ведь смотрите, друзья, результат вот этих двух историй такой. Наемники пошли домой, а умножители, вот эти владыки, пошли в новые города. Я вам сейчас говорю пророчески, я чувствую на себе сейчас помазание прямо прибывает еще. Я говорю вам пророчески, что многие из вас, кто решатся, мы называем это квест. Вот на этот квест, который я сейчас задам, вы будете активированы, даже если вы уже занимаетесь бизнесом, и у вас что-то умножается, вы будете активированы, как говорится, имеющему приложиться. Настолько, что некоторые из вас в буквальном смысле увидят новые города и страны. Вы получите доступ к тому, о чем даже мечтать не могли. Это не значит, что вам подарят города, знаете как. Но вы в этих городах, куда вы попадете, странах, новые земли, новые сферы, вы что-то будете мочь, что-то будете там иметь власть делать. Понимаете, да? Поэтому вот мы сейчас перейдем к нашему квесту. Итак, друзья, вы поняли, что среди умножающих не нашлось никого, кто додумался, по примеру, хозяина инвестировать. Они могли инвестировать в наемных работников, могли инвестировать в умножающих. Вот я считаю, что нам нужно остановиться на самый высший способ, к чему нам надо стремиться. Это быть тем, кто инвестирует в умеющих делать оборот. И мы уже этому учимся. У нас есть биржа, мы там, знаете, учимся вот этим вещам. Я считаю, что мы еще учимся, не то, что мы уже там зарабатываем или еще, мы учимся. Но никто из них не додумался. Двое пошли умножать, а этот третий, он взял бы, повернулся просто ко второму или первому и сказал бы, слушай, я тупой, вот честно, я тебе скажу, что это не мое. Но хозяин тебя выбрал для умножения, то есть рассмотреть, знаете, судьбу в этом. Ну почему-то же он в тебя поверил. Кто-то может сказать, так он и в тебя поверил. Но судя по тому, что он мне дал один, а тебе пять, в тебя он верил больше. Ну логика просто-простая. Если вы видите вот эти вещи, что у тебя чуть-чуть, но кто-то уже двигается, у него там получается. Не надо даже откровения получать. Конечно, присмотреться надо, надо послушать, что внутри. Но, понимаете, да, вот мне не очень нравятся такие примеры, когда говорят, вот он, какой-то человек, он такой коуч, он сейчас нас научит при успевании. Мне сразу интересно, а что у него есть вообще. Ну вот при умножении, он говорит, ваша прибыль вырастет в 50 раз. То есть, конечно, первое, что мы делаем, нормальный человек, он такой, а что тебе дано, и что ты умножил. То есть, посмотрит на него. Если у него, кроме там профессорских знаний, ничего нет, это не впечатляет. Впечатляет способность умножать, впечатляет способность, знаешь, инвестировать в обороты. Но, тем не менее, если бы этот негодный раб, он взял и задумался, подумает, ну смотри, хозяин доверил, этому пять, этому десять. То есть, соответственно, если я уже в себя вообще не верю, ну вот так вот, но я верю, что я могу поступить, как он, взять и инвестировать в этих. И хотя бы в два раза. Вот, друзья мои, навык, оказывается, навыка умножить данное тебе хотя бы в два раза достаточно, чтобы расшириться до владычества. Реально. Он говорит, а я тебе вот дам большой простор. И вот в чем заключается квест, друзья мои. Как, уподобляясь вот этому последнему товарищу, многие из нас, никогда приходящие в наши руки деньги, мы воспринимали вот их как глупцы. К чему сокровища? Только потратить. И мы тратили. Получали зарплаты, тратили. Затыкали дыры, гасили кредиты, лезли в долги. И это очень глупо. Сегодня, вот квест заключается в том, что тебе надо взять сумму денег. О, где ее взять? Не важно, какую сумму денег. Это может звучит глупо, но я тебе хочу сказать, что я уверен на 300%, что такие похожие квесты есть даже на крутых тренингах. Я не смотрел ни одного. Догадываюсь, что, конечно же, они это все содрали у нашего папы. Но вот этот квест устроил сам Бог. Я ничего не придумываю. Я просто даю тебе этот квест прямо из Библии. Это квест. Еще раз говорю. Хозяину прибыль не так сильно волновала. Ему города некому было дать. Ему нужны было поднять владык. Я слышал, представляете, мнение христиан некоторых. Они говорили, вот, не, ну на самом деле, вот хозяин. Ничего не сказал, сколько себе можно взять, сколько еще. Вот дал денег, говорит, давай прибыль гони. Ну, бедный, негодный раб, он так и подумал. Ну, конечно. А что это? Ну, и чем это отличается? Я говорю, видите, вы конца не видите. Ребята поехали в новые города. Это была задумка хозяина. Он, по сути, не просто даже с тебя хотел поиметь, а он поднял тебя за эти деньги. Это то же самое, как вот тебе на учебу денег дать. Дать тебе денег на учебу. А кто-то скажет, он хотел поиметь свое. Он хотел тебе денег дать, чтобы ты выучился и стал кем-то. И вот хозяин так сделал. И представляете, этот квест, ему важно было поднять владык. И когда я, помню, получил три года назад это откровение, я загорелся сам заняться умножением. Потому что тогда я занимался только служением. И я к этой мысли шел, осматривался. То есть я осмотрел и все. Мы сейчас этим занялись. То есть, ну, вот я, знаете, как с многими из вас, некоторые из вас, может, умножали еще раньше меня. Я никогда не умножал именно финансы, не занимался этим. Но интересно, что квест пройден, квест прошел и стало получаться. Точно так же я вижу, что, ну, расширение определенное произошло, да. И я хочу тебе сказать, что у тебя тоже получится. Если даже у тебя есть свой бизнес, вот в чем будет заключаться твой квест. Тебе нужно взять сумму денег. Сейчас я примерно скажу, на что сориентироваться. А какую сумму взять? Ну, видите, там есть один, три, пять. В зависимости от того, ты уже, секрет-то тебе открыт, закулисье, что будет. Городов нарезали столько же. Это если бы умножил один на два, да, то ему бы дали там два города. Ну, или как минимум один. За то, что один талант там прибыли принес. То есть, ты понимаешь, чем на большие вещи ты замахиваешься, тем взять тебе большую сумму надо. И это тоже не зависит от величины суммы, потому что, ну, не цифры. Потому что, если для тебя сегодня целое состояние 100 долларов, то тебе надо взять 100 долларов. И это для тебя будет, как там, 10 талантов, возможно. И проявить догадливость, как сделать так, чтобы эта сумма умножилась в два раза. Вот просто квест из Библии, друзья мои, в два раза. У меня есть обещание. Можно этому поверить, можно этому не поверить. Но я думаю, что кто меня знает, лучше поверить. Квест прямо от хозяина денег, от хозяина виноградника. Берешь сумму, ты заинтересован в больших вещах, значит, бери побольше. Просто, когда ты возьмешь эту сумму перед собой, положишь, вот тебе надо вооружиться вот такими мыслями. Сказать себе, так, первое, что я делаю, отрешаюсь. Это не мое. Чтобы у тебя не было никакого страха, потерь, последствия. Сказать, это не мое. Не мое. Кто-то может сказать, а если я прогорю, потеряю или еще что-то. Друзья мои, так и думал. Лукавый раб, взял и закопал. Вот как вы думаете, если бы он пришел к хозяину и сказал, слушай, я вложился, но прогорел. Мне кажется, ну, как минимум, бы меньше получил. Я имею в виду, что разговор бы был другим. Он сделал то, что от него хотели. Может быть, тупо, глупо, но, по крайней мере, он это сделал. Я даже думаю, вот зная характер хозяина, скорее всего, он бы опять получил один талант, и ему бы сказали, иди еще раз попробуй. Вот такой отец. Поэтому, в принципе, ничего катастрофичного не произойдет. Если твои там сто баксов, которые для тебя сегодня целое состояние, вдруг ты их просадишь, отец тебе еще даст. Точно. Поэтому, друзья мои, квест заключается в следующем. Определяй сумму, ложь ее перед собой. Неважно, там, номинал, да. И говоришь себе, это не мое. Я не боюсь потерять. Я не боюсь последствий. Я не боюсь катастроф. Мне важно, чтобы активировалась внутри меня способность умножать. И тебе нужно устроить себе мозговой штурм буквально. Как ты сделаешь так, чтобы эта сумма умножилась в два раза? Если ничего на ум не приходит, как я уже сказал, уровень Бога этой инвестиции, найди того, кто тебе поможет, у кого получается, дай ему. И третье требование к этому всему. Вы помните, что прибыль нужно было принести хозяину. То есть, когда ты получишь прибыль, тебе лучше всего принести ее мне. Я шучу. Друзья мои, когда ты получишь прибыль, тебе нужно, почему ее важно принести хозяину. Тебе нужно снова прийти с этими деньгами, чтобы они у тебя уже точно были, умноженные в два раза. И снова говорить с отцом. И следующее, что при этом произойдет, ты услышишь, где твои города. Понял? Вот умножь в два раза, приходишь к отцу. И скорее всего, даже если ты был совсем, ну знаешь, таким несообразительным. Вот у тебя там прям с золотым ковчегом вот проблемка. То все равно, умножив в два раза, ты от отца услышишь, где твои просторы, где твои города. И это будет совершенно другая жизнь. Ты приходишь туда, как животворящий дух умножающий. И получаешь эхо в свою жизнь от животворящего духа умножающего. Вот оно, друзья мои. Вот она активация. Я надеюсь, это понятно. Кто-то скажет, ну где мне взять даже немножко денег на это. Друзья мои, для этого были прошлые квесты. Продажа ненужного. К этому времени, скажу вам по секрету, весь курс он был продуман от и до. К этому времени у вас на руках должна была быть хоть какая-то небольшая, но сумма денег. А у кого-то даже и большая. Ни одного из вас, кто делал все по курсу, нету сейчас никаких вот отмазок, почему у вас нету на руках маломальской суммы денег на эту. В начале курса я говорил, не спешите тратить деньги. То есть, у кого-то они уже были. Нужно было не тратить, нужно было подождать, поучиться. Но, в конце концов, всегда можно вернуться, снова исполнить квест. В нем были такие вещи, как ночь Гаваона, из-за которой точно должно было прийти прозрение. Ее надо было пройти, конечно же. Конечно же, нужно было высвободить то, о чем мы говорили. То, чтобы тебе, что называется, осенение пришло, что тебе дело дальше. То есть, пошагово. И еще не поздно, еще пару недель мы будем держать курс открытым. Если вдруг ты в этот момент понял, что ты как-то к курсу отнесся несерьезно, ты можешь пройти его заново. Посмотреть или выборочно места, или в частности там, где есть квесты. И исполни квесты, я прошу тебя, не будь вот этим глупцом, который взял и закопал все это, и сказал, вы с меня хотите поиметь. На меня тоже можно смотреть так и сказать, о, видишь, у тебя ты вот говоришь, что там надо какие-то финансы, ночь Гаваона. А я всегда говорю, ну хорошо, если я в твоих глазах, ну какой-то неправильный, ну найди, куда там тебе это в более хорошее место направить, но сделай это. Для себя самого сделай. И когда ты, друг мой, умножишь вот через этот квест сумму в два раза, кстати, всем, кто занимается бизнесом, у вас уже есть, кто-то может подумать, да, проще простого, вкину там свой оборот, оно там умножит. Нет, не пойдет. Тебе же нужна новая активация. Вот я скажу, что те, кто занимается давно одним и тем же бизнесом, вы, у многих у вас работает инерция, нет уже никакой силы умножения. Просто оно катится, само собой, умножается, это не пойдет. Хотите активацию, наоборот еще, вытяните с оборота и найдите способ другим вариантом умножить эти финансы. И вот, друзья мои, куча откровений. У нас должно быть три направления минимум инвестиций. Мы вот на сегодняшний день уже такие направления себе наметили, мы их имеем и смотрим. Мы берем пример с хозяина. То есть, отец, он инвестирует в умножающих, и мы тоже. Тем не менее, хозяин верит в торговлю, в вкладывающих в оборот. Соответственно, мы тоже находим такие сферы. Потрясающе, друзья мои, Библия, учебник по преуспеванию и процветанию. И сейчас я хочу молиться, я и объявляю этот квест. Это последний квест, последняя, точнее, стадия огромного квеста Меч Соломона, последний этап, это умножить в два раза доверенную тебе сумму денег. Посмотреть теперь на все приходящие в твои руки деньги, как на деньги для приумножения, а не для того, чтобы их спускать. Я еще раз напоминаю, тот, кто приумножает, сам решает, что потратить, а что умножить. Но всегда сначала он получает эти деньги с мотивировкой «умножай». Хозяин сказал «умножь». Подразумевая, что будешь умножать, что-то можешь брать себе на покушать. Когда давал рабам, просто трать как хочешь, я не вижу в тебя владыки. Но и в этом случае раб мог сам увидеть себя. Разумный раб, он все равно к сынам прибьется. Вот она вся картина преуспевания. Каким бы образом ни оказались у тебя деньги, всегда думай, так, правило золотого таланта. Скажи со мной, правило золотого таланта. Это значит задать себе вопрос, не тот ли это талант, из-за которого я войду в новые города? Да, не тот ли это талант, на котором я должен преумножить, научиться, вложить куда-то? Не могу сам, да, я посмотрю, куда можно. Ну вот, понимаете, да? И квест объявляю открытым. Ждем ваших свидетельств, ждем того, что кто-то скажет, вот я взял, вот прямо так и говорите, я взял, например, 500 долларов, и вот принесло еще 500 долларов. И теперь я жду откровения от Отца, где мои города, где мое новое пространство. Я знаю точно, что Дух Божий будет очень сильно говорить к таким людям, прямо показывать. Уже в то время, когда вы будете бомбить свой мозг, как умножать, многие пополучают откровения, куда, что инвестировать, вкладывать в оборот и так далее. Это то, что мне было обещано 3 года назад отцом. Вот я это делаю, и вам это высвобождаю. Сделайте этот квест, сделайте этот тренинг, просто задайте с целью, возьмите сумму, отделите ее, скажите, это не мое, и сделайте так, чтобы умножить хотя бы в два раза. Те из вас, которые умножат это в 3, в 5, в 10, или сделают там 10-50 иксов на своей сумме, ну, вы вообще будете чемпионами, мы будем у вас у всех спрашивать, как вы это сделали. Вот такой квест, друзья. Но теперь я хочу высвободить эту силу, как я уже сказал, что умножающие, помазанные на умножение, это владыки. Это владыки. Он дал им эти таланты, высвободил в их жизнь слово, и у них получилось, потому что они приняли финансы и приняли помазание. Слово на разум, что вы сможете. Один не принял, печально закончил. Вы готовы, друзья мои? Сейчас подумай о себе, я смогу это сделать. Если даже я умножу там в два раза свои 20-50 долларов, там я подхвачу что-то, я подхвачу эту активацию, мне откроется, где мои города. Потому что у рабов результат, они пришли домой, а у владык результат, они пришли в новые города. Итак, друзья, подставляй свою голову под это помазание. Отец, спасибо тебе, благодарю тебя, владыка, Отец, что ты даешь финансы и даешь свободу выбирать, свободу воспринимать себя как твоим соработником. И даже сегодня, если я еще копаю лопату, я могу проявить разумность и своими действиями войти в то предназначение сыновства, умножение. Собирал трудами, но сейчас я хочу умножать. Скажи, я хочу умножать. Открой сейчас свое внутреннее. Скажи, Отец, я принимаю это помазание. Способность умножать. Способность вкладывать, инвестировать. Способность делать оборот. Халлелюви. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя. Я чувствую, сейчас потекло помазание. Друзья мои, это одна из самых серьезных целей этого курса. Активировать это. Умножающую силу. Принимаю сейчас. Умножение – это жизнь. Умножение – это быть источником. Умножение – это не быть Адамом-потребителем. Умножение – это сила Нового Завета. Избыток. Скажи, я пришел давать избыток. Я – животворящий дух. Я произвожу избыток. Прибыль. Прибыль – это избыток. Халлелюви. Закрой сейчас свои глаза. Я чувствую, что вот меня будет смотреть несколько бизнесменов. Это, как я вижу, созвездие такое. Вы, может, друг друга и не знаете даже. Но вы будете смотреть. Предприниматели, бизнесмены. И у вас после этого начнется совершенно другой бизнес. Я хочу, чтобы каждый сейчас почувствовал руки Отца на своей голове. Я возлагаю сейчас руки на тебя. Я высвобождаю эту способность к приумножению. Я говорю в твой дух, ты не лукавый. Ты не ленивый. Ты видишь только возможности. Ты не помышляешь о том, что кто-то на тебе нажиться хочет или поиметь. Ты видишь эти возможности. Глаза открываются. Скажи, глаза открываются. Отец, я благодарю тебя, что ты поднимаешь этих предпринимателей, инвесторов уровня Бог, уровня Господь. Это твоя любовь, Отец. Это перстень на пальце. Высшее проявление любви и прощения это перстень на пальце. Возведение в позицию владыки, несмотря на дела. Я говорю тебе сейчас духом Божьим, не бойся прогореть. Боятся прогореть лишь те, у кого свои деньги в руках. Но у тебя деньги, от которых ты отрешился. Деньги, которые тебе дали в оборот. Хозяин дал. Не было никаких условий, что если ты прогоришь, то тебя накажут. Дадут еще. Пока не научишься, потому что у хозяина есть план дать тебе города. Поэтому он будет учиться. Учить тебя, пока ты будешь учиться. Не бойся ничего, отдели себя. Сейчас кому-то уже приходит даже, и уже пока я говорил, пришла сумма, которую он будет умножать. Сумма, которую он будет свидетельствовать. И когда она умножится, ты не пойдешь ее тратить. у тебя уже будет готов разум слышать план. Возможно, ты эти деньги будешь уже потом умножать через найденный тобою способ уже большую сумму и большую. Но я точно знаю, что активация произошла. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю вам, что в следующем уроке мы будем говорить за торговлю маслом. помазанием. И напоминаю вам еще раз и еще раз, что лучше всего пройти все квесты. Лучше всего этот курс, он очень-очень целостный, он очень-очень стратегический. В него встроено много вещей, таких истин, связанных с тем, что ты даже неосознанно твоя вера выстраивается, твое мировоззрение становится целостным в отношении процветания. И многим-многим сотням, как минимум и даже тысячам людей это уже послужило. Ну что ж, до встречи в следующем уроке. Если вы желаете поддержать нас, реквизиты под видео, и мы благодарим каждого, кто это делает. До встречи, пока. мы нищие, и многих обогащаем, это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились, мы сказали, да это все ерунда, управление номер один. Ты поставлен на управление, поставлен как сын, на который мы поставили печать на лбу, раздавать хлеб мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова